Уровень мастерства, грубые ошибки и давление трибун Почему российские бойцы неудачно выступили на турнире UFC в Москве 12 ноября 2019 года 15.5 Сергей Стариков турнир UFC Fight Night 163 в Москве запомнился неудачным выступлением российских спортсменов 7 отечественных бойцов проиграли в боях с иностранцами Что вызвало серьезный резонанс в социальных сетях В связи с этим многие поспешили обвинить в провале тренеров И упрекнуть их в недостатке квалификации Что на самом деле стало причиной поражения россиян на столичном шоу В материале Состоявшийся в субботу турнир UFC Fight Night В Москве стал самым неудачным для российских спортсменов на своей территории Если оставить за скобками противостояние Рустама Хабилова и Сергея Хандашко То в остальных 11 поединках российские бойцы уступили 7 раз Вверх удалось взять лишь главным звездам Забиту Магомед Шарипову и Александру Волкову А также Шамилю Гамзатову и Магомеду Анкалаеву И это с учетом того, что прежде на турнирах в родных стенах Россияне побеждали в 16 боях из 19 Вследствие большого числа поражений в социальных сетях И на страницах тематических блогов Появились мнения о наличии системных ошибок в подготовке атлетов Так, говорилось о том Что российские тренеры якобы недостаточно разобрали соперников В то время как последние, наоборот Подошли к схваткам в полной боевой готовности И благодаря этому увезли победу из столицы Также по теме Безоговорочный триумф Магомед Шарипов и Волков победили американцев на турнире UFC В Москве забит Магомед Шарипов Одолел Килвина Катара единогласным решением судей И продлил свою беспроигрышную серию в абсолютном бойцовском Так, размышляя о причинах провала россиян Абдулман Апнур Магомедов выделил три возможные причины Мастерство, невезение и класс Но сам признал, что последние несколько месяцев слишком мало времени провел в зале В связи с чем не смог должным образом помочь подопечным Безусловно, определенные недоработки наставников имеют место Но вряд ли это можно назвать главной причиной фиаско Во-первых, Ма был и остается одним из самых непредсказуемых видов спорта В котором крайне трудно спрогнозировать триумфатора Сюрпризы случаются даже в битвах фаворитов с аутсайдерами Что говорить о встречах равных В Москве большинство поединков проходили между бойцами приблизительно одного класса Вследствие чего не стоит сильно удивляться негативным результатам соотечественников Для Абубакара Нурмагомедова и Романа Копылова данное шоу стало дебютным в UFC А большинство россиян либо имели отрицательный баланс побед и поражений в организации Либо уступали раньше Так, Григорий Попов, Хадис Ибрагимов и Зелим Мадаев дружно проиграли в первых для них боях Под эгидой крупнейшего ма-промоушена А Александр Яковлев выиграл в абсолютном бойцовском чемпионате лишь три из семи поединков До настоящего момента лишь у Ромаза Наймиева не было ни одного поражения в UFC Он взял верх во всех трех схватках Но даже этот факт не позволял считать его явным фаворитом в дуэли с Энтони Роком Артоном Так, уровень оппозиции россиянина оставлял желать лучшего А его самым сильным противником был Сэм Алви При этом главными достижениями американца являются 18 проведенных боев за 5 лет И место в топ-15 средневесовой категории Несомненно, матчмейкеры постарались, чтобы россияне как минимум не уступали соперникам в классе Так, в противоположном углу оказался целый ряд атлетов Имевших в пассиве два поражения подряд и находившихся на грани увольнения Это относится к Дэнни Робертсу, Давиду Заваде и Деви Гранту Ввиду отсутствия права на ошибку ощущавших на себе серьезным груз ответственности Относительно спокойно чувствовали себя Эд Херман и тот же Мартин В активе первого значилась победа над Патриком Каминсом А второй проиграл лишь одно сражение из последних пяти Во-вторых, нельзя забывать про давление, оказываемое на россиян Конечно, списывать все неудачи на это нельзя Но отрицать этот факт также не представляется возможным Сам Магомед Шарипов отмечал, что для него драться на родине гораздо сложнее Об этом же заявлял и Нурмагомедов после турнира в Абудаби Но если Хабиб является чемпионом и одним из сильнейших бойцов UFC Независимо от весовых категорий, а Забид – одним из главных претендентов на титул То их соотечественники не могут похвастаться подобным мастерством В результате для многих поддержка домашних трибун стала не катализатором успеха А причиной возросшего уровня ожиданий Под прессом которого они не смогли показать свой максимум В истории ММА было достаточно случаев, когда спортсмены уступали не из-за недоработки тренеров И неправильного плана на бой, а из-за волнения и ошибок Достаточно вспомнить бой между Жозе Алдо и Конором МакГригором На тот момент бразилец владел титулом чемпиона в полулегком весе и не проигрывал на протяжении 10 лет Но желание во что бы то ни стало убить ирландца сыграло с ним злую шутку Он рванул вперед и уже спустя 13 секунд оказался в нокауте На том же турнире Крис Вайдман уступил титул чемпиона в среднем весе Люку Рокхолду Допустив грубейшую ошибку В третьем раунде атлет попробовал удивить визави спиннинг киком Удар ногой с разворота И просчитался Попытка получилась комичной и крайне неточной Что впоследствии привело к поражению Американец пропустил тикдаун, после чего несколько минут терпел избиение в портере Обе этих неудачи стали результатом грубых просчетов атлетов Но вряд ли в этом виноваты тренеры В критические моменты одни спортсмены сохраняют холодную голову А другие действуют эмоционально и зачастую принимают неверные решения И это касается как боев с участием Алда и Вайдмана Так и тех, что прошли на турнире в Москве По мнению некоторых, Завада якобы отлично знал Что Нурмагомедов испытывает сложности с контратаками в портере Поэтому специально позволил тому уложить себя на настил И это при том, что Давид является ярко выраженным ударником И лишь раз выигрывал с помощью приема А Абубакар единожды уступал сдачей Удар ногой Анкалаева Удышение брата Нурмагомедова и спорное поражение Имеева Как россияне выступили на UFC В Москве на турнире UFC Fight Night В Москве, помимо Забита Магомед Шарипова и Александра Волкова Выступили 11 российских бойцов Магомед Условные Попов и Мадаев заметно уступают в классе Нурмагомедову Вследствие чего не могут показывать подобные результаты Да, они добились серьезных успехов на родной арене Но конкурировать с мировыми талантами им заметно сложнее Поэтому поражения неминуемы Стоит отметить, что ранее многие испытывали серьезные проблемы При переходе из менее крупных промоушенов в UFC Достаточно вспомнить бывшую звезду Pride Антоню Родригу Нагеру До прихода в абсолютный бойцовский чемпионат В его послужном списке значилось 28 побед 4 поражения и 1 ничья Но в американской организации он выиграл лишь 5 из 11 боев Из недавнего наиболее показательным является премьер Бена Аскрена Он считался лучшим бойцом мира за пределами UFC Но после подписания контракта с промоушеном уступил в двух схватках из трех Причем его единственная победа над Робби Лаулером была причиной судейской ошибки А неудачи, настоящими катастрофами Так, сначала он был за 5 секунд нокаутирован Хорки Масвидалем А затем, задушен Демианом Майей И это с учетом того, что американец считался одним из величайших грэпплеров планеты А сам заявлял, что в этом компоненте превосходит Хабиба Субтитры создавал DimaTorzok